Всем привет! Наконец-то я запустил свой станок на максимальной скорости. Скорость я увеличил 4 раза на нём, без каких-то проблем, без косяков. Всё работает. 4000 мм вообще режет отлично. Единственное, я уже скажу, больше смысла нет делать, потому что обороты шпинделя 20 000, и уже если делать больше, то получается начинает древесину рвать. Поэтому больше даже я не хочу увеличивать скорость, мне вполне хватает 4000. И сейчас я расскажу, что я для этого сделал. Максимум я резал раньше 1000-1200, это предел, всё уже начинали вылазить проблемы с срочью Z. И всё, больше невозможно было на нём увеличить скорость, потому что реально вылазили браки моментально. Сейчас я сделал небольшие доработки, сейчас я про них расскажу. Это и в механической части пришлось мне кое-что заменить, сделать, и плюс в электронной части. Сейчас я подробно всё расскажу, по часам вначале про механическую, потом про электронную. Поехали! Так, ну вначале начнём про косяки, поговорим. Вот я отправил нарезку, и получается вот тут у нас фреза начала у нас проваливаться, уходить глубже. Это первую я запустил, думаю ладно, что-нибудь может со светом, только взял ещё, как бы опыта не было, хрен его знает. Вот вторую запустил, раз провалилась, это естественно я подождал, всё нормально, ушёл короче, куда-то думаю режется, да режется, отлично пусть режется. Раз ушла, провалилась, второй раз ушла, провалилась. Ну, естественно, я это отменил. Потом, я уже решил, думаю, буду пробовать всё делать, и на одном куске, чтобы постоянно не клеить это всё, потому что, во-первых, долго, дорого и неудобно. Короче, на одном я начал делать, опять провалилась фреза, он насквозь аж прорезал всё, хрен с ним. Короче, я там, короче, переделал, запустил второй раз, второй раз тоже, вот тут вот видно, проваливаться начало уходить, он там по прямой видно, короче. Опять, короче, переделал, опять запустил, здесь, короче, та же самая хрень, всё попроваливалось. И, короче, каждый раз, когда я делал какие-то изменения, я повторно запускал, и смотрел, будет ли нормально или нет. Опять же, ну, если у меня что-то нормально шло, вот это, допустим, нормально пошло уже, я решил увеличить скорость, попробовать опять, как будет это всё резаться. Ну, и, короче, в итоге у меня потом пошло такая фигня, что он не только проваливаться начал, но и подниматься. Вот тут вот ступеньки пошли уже вверх. Вот он провалился, потом раз ступенька вверх пошла, второй раз ступенька вверх, и ещё раз вверх. Здесь опять он провалился, потом приподнялся и, короче, пошёл выше. Вот такая фигурина. Ну, в итоге, вот я сейчас добился, сделал все изменения, что, в принципе, возможно было в нём сделать. И уже вот этот вот рисунок у меня вырезан на 4000 мм скорость. Всё отлично, режет классно. Конечно, где-то рваное что-то есть, потому что это лиственница, дерево мягкое. Где-то чуть-чуть подрывает материал, но, я скажу нормально, я уже это покрылся, зашлифовал. Получилось отлично, мне нравится. Больше скорость делать я не вижу смысла, потому что шпиндель 20 000 оборотов, и получается, если я делаю больше 4000 мм, то он уже начинает рвать, не успевать срезать всё подчистую, всё равно рвёт. Ну, поэтому я остановился на этом, больше я как бы не стал ничего делать. Вот так вот, сейчас расскажу, что именно я делал. Ну, во-первых, я заменил подшипники. Все, опять же, они, ну, вот какие-то тут более-менее ещё что-то живое. Вот тут вот уже одна высыпалась полностью, выработка пошла конкретная прям. Здесь тоже, вон там, один шарик остался. Ну, короче, их я поменял всё. И опять же, обратите внимание, когда будете менять, допустим, на своём станке, если у вас такие же подшипники стоят, то подшипники идут со смещением. Шарики у него идут не одинаково, а симметрично. А идёт смещение, этот ближе к краю ряд, этот ряд дальше. Также и вот эти внутренние шариковые дорожки, они тоже смещены. Это ближе к центру, это дальше от центра. И что мы можем этим, скажем так, улучшить? Смысл в чём? Вот у меня на валу, получается, сейчас что-то дерьмово снимают. Вот. На валу идёт выработка прям конкретная. И чтобы у нас шарики не попали на ту же самую выработку, смотрите, у нас получается вот эта выработка, это по этому ряду шла. Чтобы они не попадали второй раз туда же, просто переворачивайте на 180 градусов подшипники, и уже шарики идут рядышком. Не по тому же месту старому, а рядышком. И всё, получается, у вас снова подшипники ходят по новому валу, и никаких заусенцев, ничего этого нет. Поэтому обязательно, если поменяли подшипники, их надо переворачивать на 180, чтобы они не скакали по той же самой выработке на валу. Потом, короче, чтобы поменять вот эти все подшипники нормально, мне пришлось открутить вот ту гаечку, шаро-винтовую пару, получается, чтобы у нас каретка сама ходила в свободном ходе. Скинул я, опять же, шпиндель, чтобы вес убрать весь. И начал, когда закручивать, я вначале быстро закрутил, всё, думаю, поставлю, и ништяк, короче. Получилось, что после того, как я затянул, подшипники всё-таки закусило, и они при движении вверх-вниз начали хрустеть. И поэтому, кстати, надо обязательно откручивать шаро-винтовую, чтобы её можно было вручную попробовать поездить, как она будет ездить, нормально или нет. Короче, я попробовал, у меня ездила она беспонтово, я заново все открутил, и начал постепенно закручивать и пробовать туда-сюда, чтобы у меня не было излома самих подшипников, чтобы ничего не хрустело. Потихоньку где-то что-то подстукивал, конечно, подравнивал. В итоге всё я собрал, закрутил. У меня ездит отлично всё. С механической частью я в оси Z разобрался. Ездит она нормально всё, нигде не закусывает. Скорость получилось чуть-чуть повысить, но всё равно вылазили в любом случае косяки в дальнейшем. Потому что проблема была, помимо механической, ещё и электронная. Сейчас расскажу про электронную часть. Что касается насчёт электронной части. Во-первых, на экране, когда, я не знаю, можете у себя запустить, посмотрите, если у вас есть такая фигня, то обязательно переделывайте. Вот включал я шпиндель. И на экране мы видим, ни помех, ничего нет. Экран чистенький, всё хорошо показывает. Всё, вот он на максимум, на все обороты вышел. У меня здесь стоит 24 тысячи, на самом деле он 20 тысяч вроде поддерживает. Короче, получается, вот тут вот идёт кабель, у меня стоял обыкновенный, я специально разобрал здесь всё, чтобы вам показать. У меня стоял обыкновенный кабель, без экрана, без ничего. Из-за того, что у нас кабель, вот этот шёл неэкранированный, а он, кабель идёт вместе с проводами, две шка, там все фигнеты, всё собрано в одну кучу, из-за этого шли сильные помехи. И на экране прям были видны такие вот мурашки. Горизонтально, получается, они шли. После того, как я заэкранировал провод, я взял, просто обмотал пищевой фольгой обыкновенной, намотал сверху ещё один провод и уже подсоединил его на корпус самого станка. После того, как я всё это заэкранировал, помехи уменьшились. Но, опять же, не до конца, как часть помех как бы осталась всё равно. Сделал дополнительное ещё заземление не только на станок, но и на сам системный блок компьютера, плюс на блок управления, короче. Я вот тоже дополнительно заземлил всё. И помех стало поменьше. Но, опять же, ушли не все. После того, как я изучил дата-шрифты на драйвера, на частотник вот этот вот, оказалось, что частотник по ГОСТу должен быть полностью заэкранирован, отделён от драйверов. Драйвера не должны вот так вот находиться. Но у меня уже так всё сделано, короче, я решил по-другому всё обходить. Короче, сделал на частотник, на вход с сети с 220, поставил сетевой фильтр, чтобы с него помехи не шли по сети, на компьютер не передавались. Потом, на его вход, на управление, я сделал такие вот аферитовые кольца, поставил. Они не дают проходить помехам. Потом сделал, опять же, здесь на вход вот тут поставил. Это идёт на управление, на драйвера, на шаговые двигатели, получается, на драйвера идёт управление драйверами. Поставил фильтры. Поставил отдельно блок питания. Получается, здесь стоял вот такой вот трансформатор на 28 вольт. Я его отсюда выкинул. Здесь с ним ещё вот шли вот этот конденсатор, диодный мост. Короче, я это всё отключил, поставил импульсный блок питания. Блок питания у нас получается 360 ватт, 36 вольт. Короче, я блок чуть-чуть переделал здесь, вот где идёт у нас регулировка подстроечный резистор. Я там перепаял резисторы и выжал на нём, получается, сейчас 46 вольт. Вместо 28 я на драйвера подал 46. Драйвера, получается, у нас идут по 50 вольт, выдержат они там у них маркировка. Вон, сейчас покажу. CW 50 45. 50 означает 50 вольт, 45 это 4,5 ампер они выдерживают. Короче, я 50 не стал, конечно, давать рисковать, потому что напряжение в сети бывает скочит и, естественно, можно драйвера больше дать, чем нужно. Поэтому я выставил 46 вольт, тем самым я увеличил скорость насыщения шаговых движков, они стали быстрее насыщаться и за счёт этого я смог увеличить скорость именно вращения самих двигателей. Опять же, чтобы у них не было потери в мощности. И у меня опять начали греяться двигатели, вылезла такая проблемка небольшая, но это, в принципе, в данном случае нормально, это не проблема. Я просто на драйверах уменьшил ток и всё. И, получается, драйвера перестали греяться. Напряжение, опять же, на них идёт 46 вольт, но за счёт того, что уменьшен ток, драйвера не греются. Точнее, не драйвера, а двигателя перестали греться. Дальше. Помимо вот этого всего, какой здесь был косяк, вообще это было всё неправильно. Здесь идут кабель-каналы, по которым были уложены всё красиво провода. Целая пачка, получается, у нас входила в один провод. И сигнальный, и силовый, и выход со шпинделя. Всё это лежало в одном и том же кабель-канале. Что вообще запрещено это делать, это нельзя, потому что у вас выход со шпинделя, допустим, точнее не выход, а выход с частотника на шпиндель, он издаёт, создаёт очень большие помехи. Плюс, опять же, у нас 220, везде была обвязка. С частотника помехи могли шли идти со входа, получается, в обратную сторону. Плюс того же там блок питания, со всего, опять же, по сети тоже идут у нас помехи, как ни крутят наши бытовые техники любой. И, получается, они все лежали с сигнальными проводами. Что на шаговые двигателя, точнее, драйвера на шаговые, шли у нас сигнальные провода в кучу, что на частотник. Везде это всё было в кучу, и из-за этого помехи легко передавались. Поэтому я всё взял, раздербанил здесь, все эти кабель-каналы вычистил. Единственное, ну, какие-то сетевые я оставил в кабель-каналах. И на этом всё. А остальные все провода я сделал отдельно. Отдельно, получается, управление на драйвера у меня идёт отдельно. Опять же, на них стоит ферритеровое кольцо, обязательно я поставил. Потом питание тоже отдельно идёт, отдельно идут выходы на движки. Везде, где возможно, поставил ферритовые кольца. Всё, у меня помехи все абсолютно ушли. На экране никаких помех не вылазит. И, получается, скорость я выжал. 4 тысячи, я скажу, даже больше она поддерживала. Но больше я не делал, потому что древесину просто начинают рвать. Оборота шпинделя не хватает, чтобы нормально всё срезать фрезой, чтобы ничего не рвало. Поэтому, поэтому, на этом всё. Всё, что хотел, я рассказал. Все свои доработки. Сейчас станком я абсолютно доволен. Работает он стабильно. Никаких косяков не вылазит. Режет нормально. Ничего не проваливается. Кому видео было полезно, ставьте лайк, чтобы помимо вас кто-то ещё увидел, кому это необходимо. Потому что, я считаю, максимум получить от своего станка это очень такое приятное удовольствие. И переделывайте свои станки, доводите всё до ума. Всем пока.